Сегодня рассматривается исключительно важный вопрос, связанный с ратификацией стратегического договора. После Великой Отечественной войны наша страна вынуждена была ответить на вызов, который бросили американцы всей планете. Бросив на головы японцев две атомные бомбы, американцы заявили в 1945-м, что отныне будет ядерная дипломатия. Мы должным образом ответили, создав 10 атомных городов, несколько новых отраслей промышленности, великолепные институты и через 15 лет был достигнут ракетно-ядерный паритет, что вынудило американцев заключить с нами соответствующие соглашения и договоры. Эти договоры определяли стабильность в мире на протяжении почти 50 лет. Но после предательского разрушения советской страны, американцы перечеркнули эти договоры и заявили, что они будут диктовать свою волю. К счастью, нам удалось спасти военно-промышленный комплекс, ведущие научные институты, Тополь-М и создать новые системы, которые гарантируют нам безопасность. Мы единственная страна в мире, которая на военные вызовы Америки можем ответить соответствующим и должным образом. Видимо, команда Байдена, придя к власти, посчитала и определила, что им крайне выгодно продлить еще на 5 лет этот договор, потому что они имеют в своих портфелях новый план. Эти планы предусматривают размещение, в том числе и ракетно-ядерного оружия на Украине и в Грузии, в Восточной Европе. Для нас это смертельная опасность, и мы с этим категорически не можем согласиться. Я бы на месте Путина и Совета Безопасности давно бы заявил на весь мир официально, что мы не допустим размещения кого бы то ни было вблизи своих границ, тем более ракетно-ядерных вооружений. Системы ракетного огня, допустим, от Харькова до Москвы будут лететь 3-4 минуты и выйдут из строя все управление. Для нас это категорически неприемлемо. Но мы поддержим этот договор, потому что он дает, во-первых, время, во-вторых, продолжает диалог, и, в-третьих, мы должны максимально подтянуть свое наукообразование и подготовку кадров. Для этого у нас есть все необходимое. Одновременно хочу вам напомнить, каким образом скрадывался этот паритет, без уважительного отношения к Великой Советской эпохе, которая его сумела реализовать. Мы не сможем ответить на современный вызов. Когда Труман и Черчилль в 1945-м на переговорах заявили о том, что они испытывают атомное оружие, Черчилль потом писал в своих мемуарах, на лице Сталина не дернулся ни один мускул. Похоже, что он не понял, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы теперь будем диктовать свои условия. Сталин все прекрасно понял. С 1943 года у нас уже работали лаборатории, институты. Секретные институты и лучшие кадры были привлечены для решения этой уникальной задачи. Но Сталин, вернувшись в страну, задал Курчатову вопрос, сколько будет это стоить. Тот ответил, я боюсь вам этого сказать, но похоже, это будет стоить столько, сколько стоила нам мировая война. Да, мы за это заплатили гигантские силы, средства и деньги. Те мерзавцы, которые уничтожали наш ракетно-ядерный потенциал после 1991 года, они войдут в историю как главные предатели и разрушители стратегического баланса. Тогда ельцинская команда набросилась прежде всего на ракетно-ядерную составляющую. Они уничтожали в том числе и ракеты СС-18, она же Сатана по американской стратегии. Эти ракеты были и базы размещены в глубинных районах нашей страны. Я вынужден специально был ездить в Алтайский край, где стояла Алийская дивизия, где были все взорванные шахтные комплексы. Я просто в ужас пришел, потому что эта база, пока она стояла и стояли бы эти ракеты, нас никто бы не тронул, потому что подлетное время для уничтожения этого объекта с любого направления, начиная от Индийского океана, кончая Ледовитым, составляло минимум 25 минут. У вас есть время для принятия соответствующих решений. Когда бы эти же мерзавцы приползли на Урал уничтожать Картолинскую дивизию, я вынужден был прийти к президенту, положить на стол реальную картину после моей закрытой беседы с ведущими генералами ракетно-космического и сказать, если это случится, будет полная трагедия. Нам удалось тогда с Маслюковым отстоять тополем. В Отканске мы производили это чудо, это лучшие изделия. Мы потеряли завод Днепропетровский, который изготавливал те же самые СС-18, но мы все технологические цепочки восстановили в России и создали возможность обеспечить нашу безопасность. Вы видите эти изделия сегодня и на парадах наших, но за этим стоит гигантский труд, огромный ресурс. Я когда ездил в ЦЕНК, где по договору с американцами уничтожались наши ракеты, я ахнул, это живое существо. В одной ракете стратегического назначения примерно 2 килограмма золота и 200 килограмм серебра, там все узлы и клеммы золоченые, серебряные, потому что это изделие должно быть в боеготовности 20-30 лет. К счастью, советская наука и техника изготавливали такие изделия, и они сейчас стоят на боевом дежурстве. Но надо смотреть далее, и надо все делать для укрепления своей стратегической безопасности. А это стоит уже за темпами роста, за наукой, за военной школой. Когда приползла к нам Сердюковщина, это была еще одна стратегия. Тогда Сердюков под командованием тех же самых американских генералов стал перестраивать армию, разогнали лучшие дивизии, в том числе Тамани-Кантемировку, которые Москву с запада прикрывали. Нам удалось убедить и президента, и Совет Безопасности, остановить это безумие. Сегодня многое сделано для того, чтобы сохранить этот потенциал, но он требует реальной поддержки, соответствующего финансирования и кадровой подготовки. Наша партия подготовила такие материалы, провели целые ряды слушаний с участием ведущих стратегов военных ученых. Вместе с Соломоновым, знаменитым конструктором, отрабатывали эти детали и вещи, и положили на стол президенту и коллегии Министерства обороны. Надо отдать должное, что Шойгу услышал и предложение Маслюкова, и предложение нашей комиссии по военно-практическим задачам. Это сейчас реализуется, укрепляя безопасность нашей страны и армии. Одновременно поддержано было предложение по воссозданию детско-юношеского движения по типу зорницы и инармии. В целом, сегодня обстановка крайне сложная. Но, поддерживая ратификацию этого договора, распространение его на ближайшие пять лет, хочу еще раз напомнить. Господин Байден объявил нас врагом номер один. Трамп провел за четыре года почти 50 санкций. Этот уже нам подсовывает на вольнятину, уже все делают для того, чтобы продлить эти санкции и переговоры, которые состояли вчера у Путина. Наши основные источники информации говорят только СНВ-2. Там была и программа, связанная с ядерным оружием Ирана. Там было и заявление о том, что они будут укреплять суверенитет Украины. Там заявляли и о том, что сделают все, чтобы у нас была подлинная демократия. Короче говоря, вмешательства во внутренние дела нашей страны были и будут только усиливаться. Поэтому наша задача крепить свой суверенитет. Но реального суверенитета безмощного, ракетно-ядерного и атомного комплекса нет. А сюда надо вкладывать и поддерживать. Я вижу, вся Академия наук по бюджету, который утвердила Россия и подписал Путин. Ее финансирование меньше, чем один институт средней руки европейского уровня. Поэтому надо будет думать и менять финансо-экономический курс. И все делать для того, чтобы молодое поколение было грамотным, патриотичным и очень достойным. Спасибо.